Книга «Открытым оком», тема женщины, седьмой том, вопрос 1818. «С какого образа могут наши сёстры брать пример для себя сегодня?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Конечно же, не с Марией Египетской. Во всём можно подражать Марии Магдалине. Притчи 31.14. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Мария Магдалина, память 22 июля. Особенно замечательно при этом была чрезвычайная стойкость и необыкновенное мужество, с которыми относилась святая Мария Магдалина к своему Избавителю. И несмотря на всякие препятствия и страшные опасности, даже в тяжкие дни и часы жестоких страданий Христа, Мария Магдалина явила себя мужественнее и преданнее апостолов до того, что когда почти все и апостолы, несмотря на обещания свои умереть с Господом, побеждены были страхом от врагов Господних, бежали, Матфея 26.56, и скрылись. Мария Магдалина любовью победила страх и непоколебимость своего участия к страдавшему, старалась смягчить тернистый путь, каким он шел для спасения мира. В утро воскресения Христова она удостойна была видеть Господа Воскресшего, первая из всех учеников и учениц Его. Марка 16.9, Иоанна 20.14-18. И первая же по непосредственному повелению Господа сделана Вестницею, проповедницею для них воскресения Его. Апостолы проповедовали воскресение Христова всему миру. Мария Магдалина проповедовала воскресение Христова самим апостолам. Она была апостолом для апостолов. Святые отцы церкви провидят в этом обстоятельстве особую тайну и премудрость проведения Божия. Жена, учит святой Григорий Богослов, из уст змея приняла первую ложь, и жена же из уст самого воскресшего Господа первая услышала радостную истину. Добычья рука растворила смертное питье, та же самая подала и чашу жизни. А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющие счастьем и презирая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа, не могли оставаться спокойными на одном месте, и, переходя из дома в дом, от одних учеников Христовых к другим, в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему Исцелителю и Учителю, восторженно повторяли не счетное число раз, а традное благовестие. «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Таким образом, ревностную, бесстрашную проповедью о Христе Спасителе, святая равноапостольная Мария Магдалина долго продолжала проповедовать благовестие Христа воскресшего в Италии и в городе Риме и при первом посещении Рима апостолом Павлом. И после отбытия его через два года оттуда. Кроме предания, свидетельство об этом можно видеть в характерном привете святой Марии апостолом Павлом, в послании его из торгового греческого города Коринфа к христианам, находившимся тогда в Риме, римлянам 28.6. Святой Иоанн Златоустый поучает об этом, что, воздавая каждому верующему соответствующую ему похвалу, апостол Павел приветствует святую равноапостольную Марию, как уже много потрудившуюся и посвятившую себя апостольским подвигам. Харитина, 5 октября Благородный и богатый человек по имени Клавдий, по характеру своему он был добр и милостив к нищим. Однажды Клавдий увидал маленькую девочку по имени Харитина, которую в детстве своем лишилась родителей. Клавдий жалился над нею, взял ее к себе, воспитал и полюбил, как свою родную дочь. Веруя в Христа, она воспламенилась к нему горячую любовью и, уневестившись ему, хранила девство и поселилась посему в отдельном уединенном жилище. Клавдий, ее воспитатель и господин, не только не противился такому доброму и ее намерению, но и очень радовался целомудренной святой ее жизни. Он построил для нее особый дом, где она и жила в уединении день и ночь, поучаясь законе Господнем. Ее стали посещать верующие, и она наставляла их ко спасению, поучая их душеполезными поучениями. Неверующих же она приводила к истинной вере, проповедуя им Христа. Таким образом, Харитина была для всех учительницей веры и богоугодной жизни. Клавдий, прочитав послание градоначальника, сильно опечалился, оделся во вретище и оплакивал ее, хорошо понимая, что невозможно сопротивляться градоначальнику. Тем не менее, когда были посланы за ней воины, он, будучи не в силах расстаться с Харитиной, сопротивлялся им насколько мог, плача и удерживая ее своими руками и не отдавая ее похитителям. Воины влекли ее к себе, а Клавдий препятствовал им, не выпуская ее из своих рук. Влекомая в разные стороны, святая Харитина сказала своему господину, «Пусти меня, господин мой, и не скорби, но радуйся, ибо я буду приятною, Богу жертвую за свои и за твои грехи». Воины, сильно разгневавшись, силою вырвали Харитину из рук Клавдия, похищая ее, как волки, овцу из стада, и повели градоначальнику.